Канобу.ру представляет PlayStation Vita открывает новые возможности для игр. Платформер. Даже такой жанр, как платформер, по-своему эволюционирует. Мы не просто управляем сагбоем при помощи стика и кнопок. Мы можем по-настоящему общаться с этим тряпочным миром. Игра будто слоеный торт с заварным кремом. Первый слой вы прикасаетесь к предметам и открываете новые головоломки, взаимодействуете с окружением. Манипулируя разными предметами, вы помогаете герою перемещаться между платформами, и это выглядит очень естественно. Во-вторых, расширились возможности для создания собственных уровней. Представьте, вам не просто доступен полный инструментарий Little Big Planet 2 с большой консоли, но он стал еще удобнее. Все можно делать своими руками, в том числе мини-игры, заточенные под пальчиковое управление и гироскопы. Так что мы ждем от поклонников массу новых творений, сделанных специально для Vita. Говоря о связи между двумя платформами. Открытые ранее костюмы и наклейки в Little Big Planet для третьей PlayStation можно будет перенести в портативную версию, и наоборот. Что касается уровней, то не забывайте, одно дело игра для стационарной консоли и другое для карманной. Мы хотим предложить кардинально новый опыт и свежие загадки, созданные исключительно для Vita. Первая планета для PlayStation Portable вышла действительно занимательной. Ребята из студии Кембриджа выполнили потрясающую работу. Ведь карманная версия прекрасно смотрится даже на ощутимо более слабой платформе. И мы верим, что наш проект для Vita ждет не меньший успех. Благодаря инновационному управлению и возможностям создать любую игру. Не только платформер, но и гонку, и тир, и спортивную аркаду, и многое другое. Признаться, мне самому больше всего нравится именно режим создания. Я могу творить, прикасаясь к экрану, кончиками пальцев. Могу нарисовать предмет, разукрасить его, придумать для него взаимодействие. Создать уровень с нуля — это так просто и так здорово.